Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Балюк, начальник Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Здравствуйте! Можно ли уже подвести какие-то краткие итоги лета 2013? Каким было это лето? Теплым, дождливым для нашей среды конкретно? Лето, надо сказать, было интересным, потому что началось оно очень рано, 9 мая, когда, в общем, метеорологическое лето началось официально 9 мая. И температура, как вы помните, настолько интенсивно нарастала, дневные температуры настолько были высокими, что ко второй декаде мая уже средняя суточная температура на 7-8 градусов превышала норму. В мае месяце. Хотя вы помните, что паводок был поздний, длительный. И вот такой резкий перепад температуры и резкий переход к лету, он не очень благоприятными явлениями сопровождался. В частности, все вы помните, какое было отвратительно комариное лето, начало лета. Очень много было комаров, мошек. Это было связано с тем, что достаточно высокие уровни воды были в этом году в районе Рязани. Вода на пойме очень долго задерживалась, ходила очень медленно, и поэтому все способствовало развитию этой, так сказать, приятных мошек, которые мешают иногда нам жить. Вот. Ну, потом события развивались, в общем-то, лето как лето. Были и теплые периоды, и жаркие периоды, достаточно продолжительные. Но интересным оказался июль. Это в народе бытует, что это макушка лета, но у нас в этом году он оказался очень неблагоприятным этот месяц. Первые две недели были и достаточно, и осадки выпадали. Правда, не везде они были такими, как хотелось бы. Выпадали точечно, это характерно для лета. Но третья декада, начало третьей декады, и буквально до конца декады, до пятого августа, шли проливные дожди. Нельзя сказать, чтобы они были обложными, но они были настолько интенсивными, настолько активными, практически почти каждый день и почти повсеместно. Поэтому, в целом, картина к концу июля сложилась не очень благоприятная, потому что шла уборка хлеба. Ну, август, это уже месяц такой, он бывает очень жарким, бывает достаточно много по количеству дней с температурой в дневные часы выше 30, бывают отдельные дни, бывает выше 25. У нас тоже это было, но уже не так, как, в общем-то, в июле, первая половина июля. Татьяна Николаевна, вот вспоминая как раз-таки осадки, да, в конце августа у нас выпал град размером с куриное яйцо. Это вообще для нашего региона нормально? И было ли такое на вашей практике? Град достаточно такое локальное явление, выпадает на небольшой территории. Как правило, это, ну, до сантиметра, ну, максимум до двух сантиметров, то есть до 20 миллиметров. В этом году, 24 августа, в районе Рязани, в районе Дягилева и близлежащих населенных пунктов, такой выпал локальный град, который, в общем-то, нанес достаточно неприятный, принес достаточно много неприятных минут жителям этих районов, потому что было много побитым, повреждено машин, особенно повреждены крыши зданий. В основном это крыши со старым шифером, в основном. Но повреждения были и крыши сделаны из новых таких современных материалов, которые, казалось бы, не должны были, должны были противодействовать этому явлению. Значит, явление действительно было уникальным. И не только в конце августа. В середине августа, 15-го, в районе, в Кадамском районе, такое же явление наблюдалось. Предсказывать его очень сложно, практически невозможно, потому что для того, чтобы просматривать размер города, который может упасть на той или иной территории и в том или ином месте, для этого нужно обладать определенной, ну, технически вооруженными быть. К сожалению, у нас с этим делом пока не очень хорошо. Поэтому синоптик, когда дает предупреждение, ожидается град, он может выпасть в любом месте. К сожалению. Явление не очень хорошее, потому что, я уже повторяюсь, он наносит ущерб. Ущерб наносится растениям, ну, и, в общем-то, может повредить, даже упасть. Если упадет такая градина, как в этом году град был размером с куриное яйцо, и, зная то, что он выпадает с большой высоты, может нанести ущерб даже здоровью людей. Ну, слава богу, у нас таких жалоб не было, но вот на количество машин, побитых крыш, были, конечно, запросов было достаточно много. Татьяна Николаевна, мы уже с вами коснулись темы технической модернизации. Планируется ли она в Рязанском гидрометеоцентре? Да. И не только планируется. У нас прошла модернизация такой работы, как выпуски радиозондов. У нас поставлена новая аппаратура по записи сигналов с радиозондов, которые выпускаются два раза в сутки у нас в городе Рязани. Это очень важная информация для составления карт погоды, для обслуживания авиации, ну и очень многих других направлений нашей экономики, потому что без погоды, вы сами знаете, что больше, в меньшей степени, ну, практически все направления, они как-то завязаны на погоде, начиная от строительства, дороги, транспорт, сельское хозяйство особенно, космические работы, работы с космосом, авиационные работы, то есть это полеты гражданской авиации, военной авиации, все завязано на погоде. Затем в 2010 году нам были поставлены новые автоматизированные комплексы, которые позволяют некоторым образом облегчить работу наблюдателя на метеостанции. Вот. И такая установка, они все у нас задействованы, все прошли контроль, задействованы, работают и дают информацию, 100% метеостанций наших дают информацию уже в автоматическом режиме, правда, не совсем полностью, конечно, мы думали, что это будет по-другому, но говорю то, что есть. Значит, наши наблюдатели на метеостанциях, они помогают этой системе и как бы помогают в том плане, что как бы доделывают ту работу, которая не охвачена этими комплексами. В 2014 год запланирована установка станции, так называемый метеорологический радиолокатор. Каким же будет сентябрь? Хочется все-таки немножко побольше солнечных деньков. Можете ли какой-то краткий прогноз дать? Сейчас мы получили прогноз погоды на сентябрь. Очень надеюсь, что он оправдается, потому что прогноз очень такой мягкий, хороший, располагающий, что сентябрь будет теплым. Температура воздуха в пределах нормы. Текущая неделя, по нашим прогнозам, она будет неустойчивая. Вот осадки будут практически до конца недели. В субботу будем надеяться, что осадки все-таки завершатся. А с воскресенья очень надеемся, что подойдет к нам гребень высокого давления с запада и обеспечит нам солнечную, теплую погоду. Насколько дней пока боюсь сказать, ну, хотя бы, ну, не на неделю. Будем надеяться. Спасибо, что пришли к нам в гости. А это была программа «Семь минут». Мы с вами увидимся через неделю. Побольше вам солнечных дней. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова